Плохое должно переходить в хорошее, хорошее в плохое. Тогда ты будешь жить, а иначе ты будешь и жить, а так. Вся наша жизнь что состоит из 51% хорошего? 49% плохое. Получается 2% не то туда, то сюда двигаются. Именно 2%, но это не я сказала. Это сказала Лури Вилма. Она, это врач, но она, к сожалению, ушла уже из жизни. Это врач, это психолог, это эзотерик. У нее много книг. И я вообще ей верю, что это так действительно. 2%. И что надо делать, чтобы жизнь хорошая была? Эти 2% раздувать? Эти 2% должны тебя раскачивать. Ты должна. Ты вообще никогда не нужно думать. Ой, я такая хорошая, такая хорошая. Я просто вообще великолепная. Почему? Потому что в каждом человеке есть хорошее и плохое. Не, ну надо же любить себя и быть уверенной в себе. Как? А что, говорить, что я плохая? Да ну не надо это говорить. Зачем это афишировать? Я не знаю. Ну как, не надо себя хвалить разве? Знаешь, Галя, каждый про себя знает. Свои стороны плохие и хорошие. Каждый знает. Ну, надо стараться, чтобы и плохие стороны тебе помогали, и хорошие. Ты же не можешь быть... Говорят, какая она стерва. У кого-то. Бывает, говорят, но женщина какая-то стерва, и вот поэтому у нее все получается у этой женщины. Да не стерва она, она просто любит себя. Ну, значит, надо любить себя, чтобы все получалось. Ну, она любит себя явно, понимаешь? Она настолько себя вот любит явно, что другим это не нравится. Ну, а с другой стороны, она так живет, пусть живет. А ты посмотришь на нее, почему тебя это задевает? Что, вот, ну... Тебя же это задевает? Ну, меня никогда ничего не задевает. Я радуюсь за других людей всегда. Ну, а некоторых задевает. И никого не сужу никогда. Задевает, да, некоторых. Ну да, бывает. Иначе тебе хочется быть такой же где-то внутри. Да ты не можешь себе это позволить. В силу воспитания, или в силу своих привычек. Или что ты не можешь изменить себя как-то. И вообще живет так, все люди живут так, как они себя придумали в жизни. Вот эти вот гадания, что мы делали, как скажешь, как придумаешь, фантазия какая придет, то и будет как бы сбываться, да? Ну да. Как ты себя настроишь. Да. Да. Да-да-да. Если там увидишь что-то плохое, себе наговоришь, так оно и будет. Увидишь что-то хорошее, так оно и будет. Значит, надо стараться видеть хорошее во всяких этих... И стараться так вот увидеть в этом все, что ну это уже не так сильно страшно, это вообще там есть яму вот мы увидели. Зато рядом-то сколько добра, откуда можно черпать. Так что выключай свой телефон. Я вот, я хочу сказать, что да, а если ты будешь в каждую яму падать, уж сколько у меня ям было в жизни? Ну, не бывает, наверное, жизни без ям. Это, конечно, что за жизнь будет. Скучище будет. Скучище. Вообще, ты что смеешься? Не бывает. А как у меня дочь говорит, ой, да вся жизнь предопределена, видимо, так может быть. Мы все равно барахтаемся, барахтаемся в этой жизни. Но она уже выстроена где-то. Где-то там. А мы не строители своей судьбы, думаете? Нет. Почему? Мы можем ее немножко менять. Мы вот идем, например, ребенок идет играть. Говорят же, в песочницу идет играть. Родители его отпускают, знают, что в песочнице будет играть. А как он там будет играть? Это же его дело, да? Или замок строить, или башни, или будут разбрасывать песок так, что в глаз себе попадет. Так что и люди... Ты что, Галя? Нас вот тебе запустили в эту жизнь, вот и играй. А можешь себе устроить жизнь такую веселую, развеселую? Можешь всю жизнь недовольным быть. Мне повезло, что у меня бабушки мои были очень оптимистичные. У бабушки было одной девяносто шесть. Она умерла девяносто шесть. И другой было где-то девяносто так, тоже уже девяносто четыре, так девяносто пять лет. И они до самого последнего дня оптимистками были. А какая у них жизнь старше была? Ну, они оптимистами были. Может быть, раньше такие люди были? У меня прабабушка тоже умерла очень в старом возрасте. Но я никогда не помню, чтобы она что-то говорила плохое, или чтобы она на кого-то ругалась, или злилась, или там что-то... Вот. Вот вообще. Вот. Моя бабушка тоже была. чтобы она тебя никогда не осуждала. Да, да, да. Вот это самое такое... А мы так любим осуждать других людей. Никогда не осуждала. Ну, я только свою прабабушку помню в таком возрасте. Я не знаю людей больше таких вот старых, как была моя прабабушка. Ну, того времени в смысле людей. Я что-то не знаю. У меня мама тоже прожила долгую жизнь, да? Маме у меня было 90, она умерла. Но у меня мама не была оптимисткой. Как? Она, в общем-то, она жила, она всё... Ну, всё нормально у неё было. Но она не была, потому что у неё... Она оказалась 9 месяцев без мамы, без папы. 9 месяцев она оказалась. Мама умерла и папа. И поэтому ей сложно было быть оптимисткой маме. И если бабушка, папина мама, то она ходила во всём хорошее, то мама моя находила во всём плохое. И все приметы... Но, тем не менее, она же долго прожила же. Да. Сколько детей вот у вас, каких, Галина Александровна, какая оптимистка замечательная. Да, она пришла. Но с ней было очень тяжело жить. Очень тяжело. Она очень такой тяжелый, сложный человек была. Но она многому нас зато научила противодействовать вот этим всем бедам. Но она единственное... Вот что мы ещё неправильно делаем к детям. Она говорила мне, дочь, детям нужно помогать в экстренном только случае. Да? Да. И она помогала. Вот мне, сестре, брату одному, брату другому. Она помогала в экстренных случаях. А в остальном случае сами должны карабкаться дети. А иначе ничего из вас не выйдет. Ничего не получится. И все мы были самодостаточны, потому что она вот так вот нас приучила. Я знала, что уже на крайняк мама всегда поможет. А так, чтобы вот как мы сейчас детей, да? Нет. Но, кстати, у меня дочь сама так, она как-то так построила свою жизнь. И ей не надо, чтобы я ей помогала. Она говорит, мы сами, я сама. Я сама. Ну, нам же хочется прямо постелить им эту соломку. Нет, мам, я сама. Сами должны жить. Когда ты берешь себя вот сюда, сажаешь, потом, знаешь, слишком тяжело. Ну, ладно, еще один ребенок, да? Если всех 10 посадить на шею. А потом еще ребенок, а потом у него уже внуки, а потом у него... И все, сажай себе, сажай, сажай на голову. Себе. Ну, у кого, наверное, много детей, те изначально не сажают их себе на шею. Они по-другому воспитывают детей. Нет, это же многие же семьи живут. Родители уже старые, и все, дети к ним ходят, как говорится, за копейкой. Вообще стыдоба. У нас вообще это у русских принято. Я помогаю детям. Мне вот, ну, многие так встретят там меня. Ой, ты что такая загорела? Где ты была? Ну, я, например, говорю, да, я вот съездила уже, например, туда-то. Ой, да что ты, у меня нет денег, я детям помогаю. Стоит уже, съежилась. Ей под 70, а она всю своим детям помогает. Дети уже на пенсию. Я говорю, и что, и сколько ты им будешь помогать? А для чего? Ты себе помоги. Себе. Посмотри на себя. Помогай. Помощница. Пенсию последнюю. Копеечки все последние. Когда ты отдаешь последнее, у тебя не восполняется. Тогда там в космосе думают, что тебе не надо. И тебе больше не дают. А тебе зачем? Если ты отдаешь. Если ты все отдаешь. Ну, тебе зачем, спрашиваются. Тебе не надо. Нет, еще интересно, о старике особенно. Нигде не были. Ну, нигде не были, да. Там не отдыхали никогда. Ничего хорошего. Ой, и что там хорошего? И что хорошего ехать-то, отдыхать? Я вот, ну, лучше в саду. Я вот тут лучше в саду. А ты хоть раз где-нибудь была? Ты хоть что-нибудь видела вообще в своей жизни? Ну, другое. Ну, это же не только старики говорят. Это же люди... И это же только старики. Люди говорят, которым что-то предлагается или они там видят что-то хорошее, а сами это не могут или там не хотят, или боятся там. И они говорят, фу, да что хорошего, я лучше так. Ой, мне и так хорошо. И живут на копейке. Мне и так хорошо. Ну, я просто не хочу говорить про... У меня есть одни знакомые, недавно у меня были молодые, скажем так, родственники. Им по 25 лет. Ноют. Работы нет. То нет, это нет. Ну, вот я недавно их встречала. Работы нет. Это очень сложно. Всё это так сложно. Они такие сидят. Я говорю, ой, дети, давайте поменяемся. Я вам отдам свои 72 года. Дайте мне ваши 25 лет. Пусть у меня не будет работы. Пусть у меня ничего не будет. Нет и квартиры. Пусть у меня ничего. Он там в поде. Я устрою свою жизнь, потому что я знаю, как это сделать. Я потому что знаю, что у вас можно всё. Иди учи языки. Ты узнай, что можно, где можно. Это тебе не нравится, сделай это. Это тебе не подходит. Ну, сделай это тебе 25 лет. Не спи. Что вы всё время спать хотите с утра до ночи? Кто много спит, тут жить не хочет. Вот спят. С утра они спать хотят. К обеду они поели, они уже опять спать хотят. Ну, тогда ложись в могилу и спи. Что вы ноете? Ой, я не могу. Я всё-таки просто падаю. Таких же много людей же, которые страдают. Ну, я уже не говорю про стариков. Ладно, они жизнь прожили. Да. У них. Я говорю про молодых. Какой возраст? Это вообще всё у тебя впереди. Вся жизнь перед тобой. Вся жизнь перед тобой. Что ты ноешь-то? Ёкарный бабай. Ноют. Сидят, ноют и ноют. Ну, да. У меня он сосед. А что я говорю, всё, меня зовёт на танцульки. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.